Начнем с молитвы. Отец, мы снова приходим перед Твоим троном. И мы молимся о том, чтобы наши разумы были открыты принимать. Чтобы наши сердца были способны двигаться за Тобой. И чтобы Ты открыл нам вещи, которые нам надо понимать. И чтобы Твоя благодать была над нами сегодня. Во имя Ишуа. Аминь. Я так понимаю, что мы рассмотрели с Вами пророчества и откровения вчера. Мы выяснили несколько значений слова «откровение» и как оно должно работать. Два пути, по которому это слово используется. Чтобы продолжить. Нам надо обратить внимание и рассмотреть стихи, где Павел связывает дар пророчества с откровением. И нам важно будет рассмотреть, какое из двух значений слова «откровение» рассматривается в этих местах. Если мы найдем это понимание взаимодействия между словом «пророчество» и откровением, это также поможет нам взглянуть на слово «мудрость» и слово «знание». Как Вы уже поняли, что мы говорили о том, что слово «мудрость» и слово «знание» все это взаимодействует вместе с даром «пророчество». И мы должны с Вами правильно разбираться, как это работает вместе и что это означает для нас. И послание, которое мы с Вами рассмотрим, это первое послание Коринфянам, 13 глава и 14 глава. Во-первых, 1 Коринфянам, 13 глава, 2 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, 2 стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое опознание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Здесь мы видим, что Павел ясно очень соединяет дар пророчества со способностью знать все тайны и вот божественность, вот такое чудеса. Ведь если я имею дар пророчества, то я знаю все тайны и имею всякое опознание. Если мы с Вами поймем, то в этом месте Павел соединяет тайны и знания, то есть сверхъестественное и знания. Мы также должны понять, что Павел использует это слово «тайны» в Ефесянам, 3 главе, с 3 по 6 стих. Кранение That it was by revelation that this secret plan was made known to me. I have already written about it briefly, and if you read what I have written, you will grasp how I understand this secret plan concerning the Messiah. In past generations, it was not made known to mankind as the Spirit is now revealing it to His emissaries and prophets Потому что мне через Откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Ишуа посредством благовествования. И здесь мы можем рассмотреть, как Павел соединяет эти две вещи вместе. В 1 Коринфянам 13 главе он говорит, что «Мне открыта вся тайна». Бог имеет такое обыкновение прятать, скрывать некоторые вещи между строк в Писании. Те вещи, которые, может быть, сначала нам непонятны. И Бог хочет, чтобы мы рассматривали, искали эти вещи. Но по-настоящему эти вещи нам могут открыться только через Дух Святой. Мы помним, да, что все Писание Бога духновенно и вдохновлено Духом Святым, и наполнено Духом Святым. Для лучшей цели, чтобы мы поняли сердце Отца. Наш разум очень маленький, и наше понимание ограничено. И мы нуждаемся в этом понимании, которое может прийти в этом Откровении только через Духа Святого. В Ефесянам И Ефесянам 3 глава, 5 стих, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, но ныне открыта Святым Апостолом Его и Пророком Духом Святым. Это не значит, что она не могла быть неизвестна до этого. Но это говорит о том, что в данном случае ее раскрыли более глубоким, более четким путем. Мы видим, что здесь Павел очень ясно раскрывает тайну, которая была сокрыта, пока она не открыта явно Духом Святым. Если вы посмотрите в Пророка Даниила, вы увидите, что он написал много вещей, и эти вещи были непоняты в те времена, когда он их писал. И эти вещи как бы были сокрыты до времени, до конца времен. Но в свое время, вовремя, они будут открыты и даны явно. И если мы с вами будем читать книгу Даниила, то для нас с вами это будет гораздо понятнее, чем для людей, в то время, когда он ее писал. Потому что через Дух Святой у нас есть с вами понимание вещей, которые там написаны. Тайна будет открыта Духом. И это то, о чем он говорит в Коринфянам 1 послании, 13 главе, во 2 стихе. И он связывает дар пророчества со сверхъестественным откровением. Если мы обратимся к 9 и 10 стиху, в той же 13 главе первого послания к Коринфянам, о том, что наше знание частично и частично пророчествуем. Но когда она станет совершенная, тогда то, что отчасти прекратится. И мы должны помнить то, о чем я говорил немного вчера, что мы принимаем какие-то откровения от Бога. Но это не всегда может означать, что мы приняли полное откровение, которое Бог хотел бы нам высвободить. когда вы находитесь под помазанием Духа Святого. И это очень важный момент, который вы должны знать, если вы хотите быть влечены в пророческое служение. Вы должны быть под помазанием Духа Святого. Мы должны с вами стараться избегать все человеческое, что будет пытаться вставать на нашем пути. И когда мы видим его лицом к лицу, 12-й, 12-й стих, 13-й главы 1-го Коринфянам. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательное. Но тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я, познан. И следуя дальше, мы видим пример в 14-й главе 1-го Коринфянам. 6-й стих. Братья, suppose I come to you now speaking in tongues. How can I be a benefit to you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Также давайте прочитаем стихи 24 и 25 и 14-й главы. Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истина, с вами Бог. И 29-й, 30-й стихи. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. если мы рассмотрим эти стихи, если мы рассмотрим эти стихи, если мы посмотрим эти стихи, то мы увидим, что пророчество не всегда прямо связано с откровением, но пророчество помогает различать между откровениями и пророчеством. Если мы снова быстренько вернемся к 6-му стиху, Павел здесь говорит о том, что должно функционировать в нашей церкви. Если я стану говорить на незнакомых языках, какую пользу я принесу? Если я не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И здесь, в этом месте Писания, есть разделение. Если я не принесу вам откровение, знание, или пророчество. Мы можем перевести это как слова мудрости или откровения, как слово знания, или как одну из форм пророчества. Это может быть немножко конфузить, но мы должны попытаться с вами понять, что есть моменты, где это все соединяется и взаимодействует, а есть моменты, где это разделено. потому что в Писании четко говорится о том, что есть отдельно слово знания, слово мудрости и дар пророческий. но из-за того, как в прошлом у нас было непонимание, как все это вместе работает, то у нас до сих пор может остаться непонимание, где есть что. Если мы с вами посмотрим Ефесянам 4 главу, 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь также через то, что говорит Павел, мы можем увидеть различение между простым даром пророчества пророчества и функциями пророка. Если мы вернемся к 1 Коринфянам 14 главе, то здесь мы можем увидеть, что Павел использует слово пророк для тех, кто просто имеет простой дар пророчества. но в Ефесянам 4 главе он указывает о том, что есть позиция, есть функция отдельно как служение пророк. И это разные вещи. Павел также нам говорит в 14 главе 1 Коринфянам 24-25 стих что пророчество может быть также формой обличения. Но когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается и всеми судится. Павел здесь показывает одну из форм, в которой пророчество может использоваться в церкви, обличение. Как я сказал earlier, мы потеряли правое я говорил уже ранее о том, что у нас потеряно настоящее понимание того, как должно функционировать пророчество и как оно работает в церкви. Но пророчество простое пророчество должно приносить ободрение, утешение и обличение церкви. но в этом месте Писания мы видим, что через этот дар могут вскрываться тайные помышления сердец. я говорил вам уже пример о человеке, который сидел с ногами под столом и вот когда было пророчество. Через пророчество Дух открывает что-то и это обличает человека и он исповедует свои грехи. Это также включает в себя момент сверхъестественного откровения. И это тоже ожидается при использовании простого дара пророчества. Ответ на вопрос, который у нас был ранее. Может ли быть откровение частью простого дара пророчества? И простой ответ «да», и мы находим это в местах Писания Нового Завета. Это может быть. Это не обязано постоянно быть. Если это понимание четкое, правильное, тогда мысль о том, пророчество пророчество может содержать в себе сверхъестественное откровение, так же, как другой дар слова мудрости или слова знания, должны вместе сотрудничать, работать. это одно из пониманий. Мы также можем просто думать, что пророчество содержит все эти вещи, составляющие. если мы с вами поймем Писание, пророчество само по себе пророчество может содержать в себе сверхъестественное откровение, характер сверхъестественного откровения. также мы должны с вами понять, что пророчество само по себе пророчество может быть само по себе путем, по которому Господь открывает и являет вещи. но мы не должны забывать о принципах, по которым это укрепляет, ободряет и приносит комфорт в церковь, в утешение. Есть некоторые, кто верят, что пророчество это то же самое, что и проповедование. Давайте посмотрим. из-за того, как описано пророчество в первом послании Коринфянам 14 главе 3 стихе, Отсюда пошло ошибочное предположение, что пророчество сравнивается с проповедованием или учением. А кто проповедует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение. Некоторые предполагают, что учение и пророчество, оно приравнивается к одному и тому же и проповедованию. Потому что они оперируют этим местом Писанием. 14 глава 1 Коринфянам 3 стих. И есть учитель учитель Библии, который утверждал, он утверждал, что он имеет дар пророка, потому что когда он проповедовал, он и учил, он говорил от лица Бога. И это было так, но он не пророчествовал. Здесь мы должны не забывать о разделении этих дороги вещей. и мы должны знать то, что конкретно Бог хочет, чтобы мы знали. Служение пророка есть четкое разделение, чем учение. В Ефесянам 4 главе и послание Коринфянам 12 главе. В Ветхозаветные пророки, пророки Танаха, они должны были свое пророчество высказывать как проповедь. И пророка можно было сравнить с проповедником. И проповедующий может иметь в своем учении, в своей проповеди пророческие элементы. Но мы не должны смешивать два этих разных дара. Я верю, что это одна из больших проблем сегодняшней церкви. Потому что есть много непонимания, что есть что. я дам четыре пункта, которые надеюсь вам помогут понять то, что я хочу вам передать. основные обозначения. Первое. Истинное проповедование выражает ум Бога через места Писания, через раскрытие Писания. Истинное проповедование выражает ум Божий через раскрытие Священных Писаний. Другими словами, если вы используете Писание правильно, вы объясняете это, вы помогаете людям понять его и поместить это в практику, применить это. Это очень важно. здесь надо остановиться подольше. Сегодня так много проповедующих и простите меня, но я тоже иногда проповедую. проповедую. Но к сожалению, не все люди в итоге могут применить эти проповеди в своей жизни на практике. это очень важный момент, который мы обязаны с вами понять. Второе, истинное пророчество выражает ум Божий независимо от Священных Писаний, все же в согласии со Священными Писаниями. Вы не можете проповедовать что-то, что идет вразрез с Писаниями. пример. Мы не можем пророчествовать. Ты должен оставить свою жену и пойти жить вот к той женщине. Вы не имеете права так делать. Скажите, почему? Может быть, это очень жесткий пример, но это истинный пример, как нельзя пророчествовать. Но я надеюсь, что вам это поможет ясно увидеть картину. Другими словами, если вы хотите эффективно двигаться в пророчествовании, вы должны знать Писание. Это начало, это основа. Читайте, 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 еще раз читайте. И когда Писание станет частью вас, и когда вы будете двигаться в пророчествовании, то у вас будет способность остановить себя, схватить себя, перед тем, как вы могли бы сказать что-то ошибочное. Это один из тестов, по которому вы будете знать пророческое слово наполненное Духом Святым или вашим личным Духом или вашей плотью или чем-либо другим. Оно должно идти всегда в согласии с Писанием. Третий пункт. Хорошее проповедование будет не менее вдохновлено Святым Духом, чем пророчество. Но содержание этого послания приходит от Бога через Писание. Хорошее проповедование будет не менее наполнено и помазано Духом Святым. Вы не можете проповедовать без вдохновления и помазания Духа Святого. В принципе, вы можете, но проблема будет ваше проповедование будет простыми словами. они не будут иметь никакой силы. Если вы хотите силу в вашей проповеди, она должна быть вдохновлена и помазана Духом Святым. Духом Святым. Но все свои материалы, все, что вы будете говорить, это из Писания. Но пророчества очень часто приходят независимо от того, что написано в Святом Писании, но всегда в согласии с Писанием. Четвертый пункт. Послание, данное через пророчество, приходит непосредственно от Бога и поэтому будет более конкретным. Мы идем на перерывы и к четвертому пункту вернемся после перемены.